Продолжение следует... Это для тех, кто у нас в YouTube смотрит. Это еще и лекция факультета вычислительной математики к кибернетике. Именно с этим связаны наши некоторые проволочки и всякие упражненьки, потому что мы тестируем новый формат, естественно, на людях. Ну, собственно, это было предисловие, а сейчас мы поговорим, собственно, о следующей теме. Так, это неправильная тема. Это предыдущий год. Ну, нет, оно должно быть у меня в закладках. Это 21-й год, а должен быть 22-й. Вот он. Я просто ходил в 21-й с этого компьютера, и поэтому он запомнился. Вот они. Сегодня неожиданная тема, хотя для тех, кто следит за нами в YouTube-чике, и для тех, кто следит за сайтом, она ожиданная, потому что там было написано черным по белому, или наоборот, другим по другому. Это обработка текстов и командные сценарии, что, в общем-то, нас опять выбрасывает из парадигмы собственной разработки, как программирования приложений, в какую-то, как это сказать, сопредельную область. Но тут я напомню основной пафос нашего вот этого курса, как это, список действующих лиц и великих актеров, не снимавшихся в данном фильме. Какое количество мы сейчас натрогаем за этот курс тем, по каждой из которых можно было бы устроить по целому спецкурсу, интересному, с упражненьками, с профессиональным ростом и всякими другими штуками. Вот. В частности, программирование на Шелли – это реально интересная, хотя и отчасти унылая область, которая, я сейчас попытаюсь это доказать, неразрывно связана с понятием разработки программ. Именно поэтому мы про это вспоминаем. Про что не будет здесь рассказа, хотя я сильно подозреваю, что у такого линейного студента в факультете вычленники математики и кибернетики нету достаточно хорошего представления о том, как работать в командной строке Linux, несмотря на курс операционной системы, где вроде бы это должно быть. Не будет практического разговора о том, как в этом вашем Шелли работать от начала до конца. Не будет, потому что это, правда, довольно большая тема. Вот. Я могу сразу сослаться на главу учебника старенького, написанного мной с авторством, с Кириллом Маслинским, еще в каком-нибудь там, это какой-то совершенно был год, типа 2004. Вот. Где уже тогда, в общем, целая глава учебника была посвящена различным аспектам Шелла. Я, мне все еще не стыдно за то, что я написал в те годы, то есть это достаточно универсальное знание. Именно там, собственно, и изложены вот те самые азы, которые я по-быстренькому перескажу, а заодно подведу базу под фразу, объясню, почему эта лекция вообще в нашем курсе есть. Значит, командная строка, как основной интерфейс управления, вот этот момент мы пропускаем. Мы знаем, что это такое. Это такой диалог между компьютером и пользователем, когда человек текстом вводит команды, текстом получает ответы. То есть это такой обмен, диалог текстом, обмен текстом между человеком и человеком-машинной системой. Вот. У команд у этих есть определенный синтексис, то есть фактически они сверкнут некоторой конвенции по тому, как, значит, по формату, как передавать всевозможные параметры этим командам. Вот. И, соответственно, если человек много что-то делает с компьютером, он привыкает пользоваться своим интерфейсом, в данном случае интерфейсом командной строки. В самом деле, с этими вашими Linux-системами особо ничего интересного через накликивание кнопочками поделать нельзя. Вся такая полнота управления системой лежит как раз в области командной строки так или иначе. Идея Шелла, то бишь командной оболочки, состоит в следующем. У нас есть очень много каких-то утилит, с помощью которых мы либо управляем работой системы, либо решаем какие-то подзадачи, в данном случае, в нашем случае, подзадача сборки из исходников какого-то проекта в бинарнике, ну или там дистрибутива какого-то проекта. Мы можем все это проделать вручную, с помощью тех самых команд Шелла. Слава богу, у нас не нужно кликать в какие-то различные кнопочки и потом как-то это описывать. Нам достаточно проделать набор каких-то команд, возможно, подставив туда шаблоны. Мы уже знаем, например, что в Makefile так делается. А еще мы знаем, что сами рецепты в Makefile пишутся на Шелле. Поэтому так или иначе нам нужно уметь в этом. Но давайте пойдем дальше. Если человек управляет своим компьютером с помощью командной строки, возникает хорошая идея сложить все эти команды в один файл и назвать этот файл сценарием управления компьютером. И так возникает идея языка склейки, который сам по себе достаточно беден, но ориентирован на суперпозицию, то есть взаимосвязь всех тех команд, которые человек и так уже знает, которые у него на пальцах, которые он с клавиатурой тысячу раз вводил. В тысяча первый раз он их введет внутрь сценария и будет запускать этот сценарий. Идея языка склейки именно в этом. Ну, правило на самом деле такое. После того, как вы чувствуете, что вы ввели одну и ту же команду в третий раз, сложную, напишите сценарий, который будет делать это за вас, а вы будете передавать только туда различные параметры, если таковые имеются. В третий раз, не в тысячу первых. Что требуется от языка склейки? От языка склейки требуется алгоритмическая полнота, по крайней мере, по возможности. Практика показывает, что нигде не знаешь, в каком месте алгоритмически неполный язык внезапно окажется безумно неудобным, и вам придется от него отказываться. Типичный пример. Мы знаем алгоритмически неполный язык склейки командный. Он был в ранних версиях Windows, и в DOS'е назывался BAT, batch file. Он алгоритмически неполный настолько, что если вам хочется хоть что-нибудь разумное написать, какой-нибудь разумный процесс той же сборки, описать на BAT, вам приходится мерзко извращаться. Реально. Там люди вплоть до того, что переопределяли подсказку этого BAT, а потом все вместе с подсказкой выводили в файл, а потом этот файл запускали за счет переопределенной подсказки. Вот. Вам нужно, чтобы очень удобно склеивались те самые команды, которые вы в реальности запускаете руками, а потом копипастите их вывод в другие команды. Удобная суперпозиция. Грубо говоря, вот в случае Shell, это подставить вывод одной команды на ввод другой, или там загнать его в перемену, мы все это сегодня увидим. И, наконец, странный эффект. Я убрал отсюда свой любимый тег внезапно.tm. Странный эффект. Как правило, язык и склейки очень лаконичные. Идея состоит в том, что программист программирует или там что-то делает. Это его основная работа. А язык и склейки это, ну как сказать, вещь, которую он как можно меньше времени хочет затратить. Поэтому внезапно в том же Shell обнаруживаются какие-то дополнительные синтаксические кунь-штюки, которые позволяют писать не вот такую команду, а вот такую. В принципе, любой язык программирования является языком склейки. Потому что я вот, например, наблюдаю тенденцию писать такие штуки на Rust сейчас. Но одна и та же программа на Rust и на том же Shell, которая делает одно и то же, если это не программа, а если это склеивание других команд, в объеме различается раза в три. Понятно, в чью пользу. Я назвал эту штуку админское программирование, потому что типичное, не имеющее к нам с вами, как разработчикам, применение Shell вот в таком виде, это когда админ задолбался в тысячный раз выполнять семь команд одних и тех же и по-быстренькому наваял Shell скрипт, сделал его чуть более универсальным, чем вот эта последовательность команд. По-быстренькому, ключевое слово. Что? Да, но нет. Python считается очень популярным языком склейки, в первую очередь потому, что он кроссплатформенный. Но мы, как сегодня увидим, Shell в этом смысле, если обращать, ну, если говорить про Linux, еще круче. Местами прямо вот небо и земля. Вот. Но да, да, Python как язык склейки, это прямо одна из тем. Можно делать целый спецкурс на эту тему, но кому и когда. Анат, как мы уже говорили, рецепт в Make это именно сценарий на Shell, и поэтому мы так или иначе должны немножко уметь программировать на Shell. Кроме того, есть, наверное, какие-то группы команд, которые часто встречаются при сборке, и которые нам проще просто тупо написать, как маленькие скриптики на Shell, чем придумывать и засовывать в мозг Make еще один синтактический конструкт. Если вы, делая предыдущее домашнее задание, пытались почитать всю документацию по Make, вы понимаете, о чем я говорю. Там и так их бесконечно много. Вот. Поэтому, если что-то можно написать на Shell, давайте напишем на Shell, и не будем делать еще один язык. Вот. Иногда бывает так, что просто чуть-чуть, небольшое отклонение от стандартного рецепта по изготовлению, там, одного типа файлов из другого, и вам опять придется программировать на Shell. Ну, и всякие костыли, когда у вас все и так в Make работает, но внезапно надо там, ну, не знаю, вот вы сделали файл, а из него надо, ну, не знаю, удалить какой-нибудь, какой-нибудь туда, невзначай приехавший, кого-нибудь там любят туда приезжать-то, господи. Ну, короче, вы сгенерировали бинарник, но его надо еще немножко обработать. Напильничком. Вот. В нем что-нибудь лишнее. Я забыл правильное слово, что обычно удаляется оттуда. RealPath. Я забыл слово. Есть такой способ сборки, когда вы указываете явно, в каком месте лежат ваши библиотеки, прямо с полным путем. Вот это все, скажем, в наших дистрибутивах запрещено. Мы это должны из бинарников удалять, если оно туда случайно приехало. Забыл. Ладно. Мы до этого дойдем в какой-то момент. И это костыль. Вы уже написали команду на Мэйке, но нам надо еще немножко на Шеллина программировать, чтобы оно, значит, заработало. Вот. Значит, как гласит классик, в данном случае, это мы с Кириллом, Шелл выполняет три функции. Во-первых, это удобный интерпретатор командной строки. Это вот те самые знаменитости, которые в нашем фильме не снимались. Мы не будем про это говорить. Вот. Но он реально достаточно удобный. Если почитать, что умеет там тот же Зед Шелл, можно до конца просто не успеть дочитать. Да? Потому что там у него есть какие-то совершенно запредельные штуки, которыми я, например, в жизни не пользовался никогда. Вот. Удобный интерпретатор командной строки. То есть это штука, с которой удобно вводить, выводить и все такое. Значит, вторая функция Шелла, значит, помимо первой, которая дает удобный интерфейс командной строки. Удобный. Вторая функция Шелла, это, собственно, язык программирования высокого уровня, про который мы говорили. Практика показывает, что если ваш скриптинг не является языком программирования, то вам будет тяжеловато. И третья опция Шелла, это именно ориентация на ту предметную среду, внутри которой осуществляется склейка, в данном случае на команды операционной системы и суперпозицию этих команд. Вот. Как на примере Шелла выглядит язык программирования с упором на склейку? Еще раз хочу вас предупредить, что если вы хорошо знаете Python и, в общем, готовы писать системные сценарии на питоне, продолжайте так делать. Потому что питон гораздо более синтаксически прозрачный и с меньшим количеством странных костылей. Язык Шелл создавался на протяжении там последних 40 лет, и у него еще много странного легоси. Любой Шелл, даже Z-Шелл. Вот. Но тем не менее, как мы сейчас попробуем увидеть, явная ориентация на склейку делает Шелл незаменимым в данной области. Так. Мне опять мешают часы. Значит, переменные в Шелле всегда только текстовые. Вот. И более того, такая дань моде 50-х, 60-х годов прошлого века, подстановка переменной и имя переменной не равны. То есть мы пишем что-то типа А равняется, обратите внимание, никаких пробелов, пробелов нельзя. А равняется, бла-бла-бла, эхо, доллар А. Вот этот доллар, это подстановка переменной. Сразу могу сказать, что с этой подстановкой можно проделать разные интересные штуки. А, ну, естественно. Обрезание до... Обрезание головы нашего, нашей строки до первого символа Е. До последнего символа Е. Ну да. Последний символ Е. Вот. Обрезание, наоборот, конца строки. Начиная с последнего символа Е. Да? Сейчас давайте сделаем Е звездочка. Ага. Вот. Начиная с первого символа Е. Короче говоря, в вашем шеле может быть некоторое количество вот таких волшебных прям по ходу модификации этих строк быстреньких. Вот. Да, вопрос. А вот это А, она работает как макрос или как переменная? И так и так вы можете в момент подстановки сказать «А ну-ка, залезь в то, что мы сейчас подставляем, и это тоже подставь». Это тоже свойство шелла. А можем не сделать этого, и тогда это будет как переменная. Положили туда текст, вывели текст. Как переменная. То есть, вот эта операция, она просто выводит тот текст, который там был внутри. То есть, если мы сейчас напишем что-нибудь вот такое, обратите внимание на закавычивание, иначе этот доллар сработает как подстановка, да, то этот доллар будет всегда долларом. Вот он. Никто подстановкой переменной реп не будет заниматься, если вы не накрутите шелл таким образом, чтобы он таки это сделал. Вот. Он тоже может это сделать, но туда так глубоко мы забираться не будем. Вот. Помимо этих подстановок в современных шеллах есть всякие более полезные штуки, которых почему-то нет в стандарте. Вот. Хотя я бы, например, на их месте вот это вот тоже точно бы включил в стандарт. Вот. Смотрите, какая красота. А это, а это как поменять все. Но этого в стандарте почему-то нет. Ну, не я писал стандарт, и я повторю, привыкайте, шелл очень древний язык, в нем очень много странного легоси. Нет, конечно. Подстановка начинается с доллара, все, что начинается с доллара, это подстановка. А все, что не начинается с доллара, это не подстановка. Вот. Что является командой, оператором языка шелл? В основном это программы, которые вы можете запустить из командной строки. Любая программа, которую можно запустить из командной строки в линуксе, можно запустить любую, которая лежит вот здесь. А на самом деле вообще любую. Значит, запустить можно вообще любую программу просто по имени, если она лежит здесь, и по полному имени, если она лежит где угодно. Все. И это может считаться операторами языка программирования под названием шал. Вот. То есть, смотрите, реально, например, мы можем написать так. Вот это вот оператор языка... О, господи. Давайте мы куда-нибудь перейдем, здесь как-то страшно. Вот. Вот это оператор программирования под названием ls. На самом деле он показывает список файлов. Но мы вполне можем написать a равняется backtick ls. И знаете, что будет? У нас в этом a будет содержаться вывод этого самого ls. Обратите внимание на то, что ls обнаружил, что его выводят на терминал, и поэтому вывел список файлов не в несколько колонок, а в одну. Да? Просто в backtick. Вот. Если вам не нравятся backtick, можно сделать вот так вот. Это то же самое. Просто в backtick непонятно, где они открываются, где закрываются, а в фигурных... в круглых скобочках понятно, где они открываются, где закрываются. Ну, давайте попроще. Давайте какой-нибудь календарь сюда вывезем. Ну, смотрите, какая красота. То есть у нас теперь в текстовой переменной лежит вывод вот этой программы. Вот вам первая выгода, как говорил удав пятнистый питон, точнее, слоненку в сказке Киплинга. Пойдите, напишите вот такое, на чем угодно, включая питон. То есть вы напишите, но это будет несколько длиннее. Я уж не говорю, сколько это строчек займет, а уж про символы я даже и вспоминать не хочу. Здесь их всего три. Доллар, скобка, скобка. Вот. Отсюда сразу возникает довольно очевидный ответ на вопрос, а сколько команд в шельве? Правильный ответ какой? Вот правильный ответ. Потому что их столько, сколько у нас файлов лежит в этих самых бинарниках. Любой из этих может быть командой, плюс еще несколько собственных команд в шельве. Вот. Например, команда CD, Change Directory, является собственной командой шелла, это не бинарник. Знаете почему? По очень простой, я бы сказал, тупой, но совершенно очевидной причине. Понятие текущего каталога, который мы меняем с помощью CD, понятие текущего каталога, это свойство контекста процесса. Это мы нашему шеллу самому должны сказать, что он поменял текущий каталог. Поэтому если мы вызываем какую-то другую команду, она, конечно, поменяет каталог. Но после того, как она закончится, шелл окажется там же, где был. Мы не можем модифицировать контекст окружения того процесса, родительского процесса с помощью команды, которую мы вызвали. Поэтому CD, конечно же, является командой самого шелла. Меня тут спрашивают в чатике, а как лс с флагами в переменную запихнуть? Точно так же. Ну или там календарь, допустим, моя любимая минус 3. Да? Пожалуйста. Вот здесь в скомочках стоит просто обычная команда. Вы выполняете ее, результат приезжает в вашу переменную. Сейчас, погодите. Incursus — это такая библиотека на C. Ну да. То есть можно же объекты сделать из... А, вы хотите сказать, что будет, если вы сделаете в write-стринг, в который будут переводы строки? Ну, они выведутся как переводы строки. Я думаю, Incursus такие штуки умеет. Вопрос в том поместье, а не в то окно, в которое вы собираетесь это выводить. Да. Значит, туда же, возможно, стоит отнести и... Что у нас тут? А, и управление процессами. Смотрите. Мы можем взять и запустить, ну скажем, вот у нас есть процесс, который программа, кстати, это тоже команда, которая, ну скажем, ждет 5 секунд, а потом прекращает работу. 5 секунд. Вот. Мы можем даже сделать так. Мы можем запустить отдельный процесс в Shell, сказать, значит, подожди 5 секунд, давайте поменьше, мне лень ждать 5 секунд, и вывести там ку-ку. Ждем. Там у меня камера. Ждем. Вот. Теперь давайте попробуем сделать вот так вот. Вот мы запустили 5 таких процессов, вот они 5 раз отработали и вывели нам то, что собирались выводить. А заодно добрый Shell нам сказал, что соответствующий процесс прекратил свою работу, смотрите, как он. Вот этот амперсент означает, что мы можем прямо из командной строки запускать процессы в параллель. Ну, это, конечно, такой вполне себе настоящий псевдопараллелизм, который в вашей операционной системе в Linux в этом принят. Вот. При этом процесс не знает, откуда вводить, но знает, куда выводить на тот самый терминал, с которым мы работаем. Но я думаю, что это, опять-таки, немножко отклонение от нашей основной цели научиться Shell скриптовать для сборки. В параллель можно запустить сколько угодно процессов, вот, и ими можно управлять. Можно даже попробовать сделать так. Вот мы запустили там, скажем, и мы можем, если успеть, сказать wait. Не успел. Да, ну, да, давайте 10. Да, ой. Он умер. Он умер. А сейчас только не умрет, да. Вот если мы хотим дождаться результата, да, мы можем написать вот так вот, и будем ждать, пока он, таки, да, не пройдет эти 10 секунд, не закончится. Таким образом, мы можем подождать, значит, наших процессов. Ну, вот. Вот. Опять-таки, сравните с соответствующим процесс-менеджером из любого языка программирования. Исключением является Perl, который еще круче, но почему-то вышел из мода окончательно, хотя, казалось бы, он на Perl можно было сделать абсолютно все, сто пятьюстами различными способами. Он и как Shell работает, и как язык контекстного, программированный, ориентированный на контекст работает. Ну, в общем, ну, вот. Что-то с Perl не то, и как бы, стремительно теряет популярность. Почему-то. Очень обидно. Хотя, с другой стороны, казалось бы, я-то Perl должен знать, но я Perl не знаю. Так вышло. Я не смог в Perl. Видимо, он не ко всем мозгам пристает. Как-то так. Вот. Еще одна фишка языка склейки, помноженная на, вот, то самое требование, экономия байтиков при программировании, при написании текста. Это перенаправление, перенаправление ввода-вывода, которое, я думаю, большинство из здесь присутствующих просто знает. Значит, перенаправление ввода-вывода, это, ну, то есть, смотрите, тот же календарь, можно засунуть в файл. Вот. Где вывод программы календарь? Да вот здесь. Вот он. Вот. Опять-таки, попробуйте напишите на чем угодно. Кроме Шелла. И первое. Вот. Процесс календарь запускается со std-ином настоящим, а std-out-ом переоткрытым в файл. Вот. Фишка именно такая. Календарь-то не знает, то есть, он может проверить, а вот мой std-out, это терминал или файл? И только на этом основании он там не раскрасит, допустим, текущий день. Но во всем остальном он просто считает, что у него есть std-out, туда можно писать, и он туда пишет. То, что это файл, или то, что это, например, канал. Мой любимый, только не кат, а кал, да? Кал, палка, vc, не подумайте ничего плохого. Кал-это календарь, а vc-это ворд-каунтер. Амат. И в данном случае он говорит, что в нашем файле 8 строк, 40 слов, то есть последовательности непробельных символов, и 189, боюсь соврать, но, видимо, все-таки букв, а не байтов. сейчас посмотрим. Минус c, бойцы. Да, перемены только строковые. Вы, конечно, вы, безусловно, можете в них хранить что угодно, но потом вам придется как-то это что угодно подставлять. В принципе, то, что они строковые, никого особо не волнует. Там может лежать что угодно, как в питоне, да, в строковых переменах может лежать что угодно, на самом деле, байтики что угодно. Так, а хочу я, а, вот, минус m, ну-ка. Как вообще хранение байтики? Пайплайн, это значит, мы запускаем программу календарь, закрываем у нее стэдаут, создаем пайп, неименованный канал, открываем, делаем поупин на этот пайп, в результате у нас стэдаут оказывается пайпом, и такой же трюк делаем с программой вц, только наоборот, мы закрываем у нее стэдаин, переоткрываем его на этот имеющийся, на другую сторону этого пайпа, и в результате эти две программы отлично, одна выводит на стандартный вывод, другая выводит со стандартного ввода, но при этом они на самом деле обмениваются друг с другом. Ну, не лишнее сказать, что перенаправление ввода вывода тоже существует. Ввода меньше. Вот. Мы еще помним, что принцип командной строки, принцип командной строки требует, вернее, подразумевает такой странный, шаткий принцип, как единственное интерфейсы управления интерфейсы данных. То есть, мы можем команды вводить из командной строки, а можем также и данные вводить. Да, то есть вот мы говорим там, не знаю, тот же WordCounter, это как бы команда. А теперь пошли данные, которые с TDI начитаются. А потом мы сказали Ctrl D, она нам посчитала, и вот это у нас как бы вывод данных. А если мы как бы совершили ошибку, ну скажем, вот так вот, то вот это у нас на самом деле командный поток данных. Это не настоящие данные, да, это командный поток, это диагностика ошибки. Все и то, и другое появляется на экране. Но мы знаем, что этот принцип, он такой обоидоострый, нельзя смешивать ввод и вывод. И поэтому нельзя смешивать ввод и вывод иногда, не так, нельзя смешивать вывод ошибок и вывод данных. Потому что если мы ожидаем, что наша команда ВЦ выдаст количество строк, количество слов и количество букв, то, извините, вот это вот будет количество строк ВЦ, количество слов неверный, а количество букв ключ, плохая идея. Поэтому мы знаем, что на самом деле помимо STD in и STD out есть еще STD ER. Разумеется, разумеется, STD ER умеет перенаправляться с Shell. А если мы сделаем вот так, вот, пожалуйста, значит, все выводится на экран, а ER у нас пустой. Потому что у нас не было никакой ошибки. Да, это тоже он умеет. Ну, две стрелочки, это дописывание в файл. Я думаю, все это помнят, вон люди отчаянно зевают, поэтому я пойду дальше. Значит, про Pipe мы рассказали, про то, что он великий и могучий, знает любой человек, который пытался вот это реализовать, скажем, на C. Вот. Я помню, была такая упражненька по операционным системам. Да, вот сидите и завидуйте, в Shell это так. Так, еще одна фишка, Shell, как или заказ клиники, тут в чате спрашивают, есть ли у Shell обратная совместимость. У Shell есть как минимум совместимость с POSIX. Вот. Насколько она полная, это вопрос сложный. Люди стараются, чтобы она была полной, но уж больно он, вот это наслоение легоси в течение последних 40 лет, уж больно оно трудно, и там есть undefined behavior, действительно. Да, значит, условный оператор и цикл, да, значит, еще одна ориентация на язык склейки, точнее, на то, что в Shell у нас операторами являются команды, состоит в том, что у нас есть условный оператор, да, что является выражением для условного оператора в Shell, кто может сказать? Вдруг вы знаете. Громче. Ну, смотрите, if выражение, да, выражение, да, Zen оператор. Это было слово оператор. Ну, короче, вы поняли, да? Вот. Фи. Это такая, это такая, фи, это такая, это не мое восклицание, это такая операторная скобочка в Shell. Так вот, выражением в Shell является произвольная команда, любая, любого размера, любой длины. А что является true для этой команды? Нет. Удачное завершение. Что? Удачное завершение. Да, а что такое удачное завершение? Это код возврата ноль. Таким образом, в Shell, если код возврата, код ошибки вашей команды ноль, то это true, а если не ноль, то это false. Почему? Ну, потому что ошибка какая-то произошла. Вот. Давайте мы это проверим. Значит, вот у нас эхо ку-ку, Zen эхо еще и ку-ку. Вот. Я вангую, что эхо у нас завершится удачно, поэтому сработают оба оператора. Если мы попробуем подобрать несуществующий ключ, нет, эхо так не умеет. Эхо умненькое, оно говорит, слушайте, у меня нет ключа минус V, вы, наверное, хотели вывести минус V. Зараза. Сейчас давайте подумаем, что бы такое придумать. Значит, не эхо. Ну, хорошо. Календарь. Календарь минус V. Календарь минус V, оказывается, умеет, а минус V большое, оказывается, не умеет. Обратите внимание, что и эхо ку-ку-ку тоже не вылезло. Можно было даже написать эш, элс, эхо, ерер, фи. Чего? А, не эхо, а элс. О, вот. Да? Смотрите. Эта команда завершилась с ошибкой. Код завершения у нее какой? Один. Кстати, обратите внимание на переменную под названием вопросительный знак. Это код завершения, последний из завершившихся программ. К нему можно ходить. Вот. То же самое с оператором цикла, который вайл. Вот. Было бы у нас побольше времени. Мы половину времени уже продолбали. Ну, в смысле, с пользой провели. Поэтому у нас осталось не побольше времени. Было бы у нас побольше времени, мы бы еще посмотрели какой-нибудь оператор for, который тоже, это for, именно оператор с, не со счетчиком, а по последовательности. А еще у for есть краткая форма, когда он просто по всем параметрам командной строки ходит. Мы бы посмотрели на параметры командной строки в шеллскриптах, которые нам, скорее всего, не понадобятся для программирования, ну, для написания мейк-файлов, поэтому они тут пропущены. В общем, еще раз повторяю, программирование на Shell – это целый спецкурс. Вот, причем, реально, я когда-то давным-давно такой интенсив программирования на Shell часов, наверное, на 20, плюс-минус. Может, чуть меньше, может, 16. Ну, как-то такой толстый, проходил. Вот. Что еще? Ну, тут вот сказано про кейс, но давайте попробуем, давайте попробуем какой-нибудь шеллскриптик написать. Только давайте мы перейдем в SRC, просто потому что мне так хочется. Да. Заодно вот это вот что такое, шибанка, кто может вспомнить? Да. Это прекрасная штука, которая говорит, что конкретно этот файл текстовый, но выполнять его будет вот эта программа, Benshue. Очень удобная вещь в Linux. Прямо вот вы можете написать свою собственную программу, сюда подсунуть, она будет выполнять сценарий, написанный на ее языке. Че, я так делаю иногда. Вот. Кейс доллар, доллар один, ин, а звездочка, эхо, ето, ето, а? Нет. Сейчас давайте сделаем вот так вот. B звездочка, B. Ехо, ето, ето, б, б. И все остальное, эхо, ват. Ой, я хотел написать ват без буквы х, но по привычке написал с буквой х. Нет, это шаблоны, так называемые паттерны. Сейчас, это нерегулярные выражения. Как вы думаете, как выглядит операторная скобка к оператору кейс? Езак. Так же, как фи, ив. Кейс, езак. А ду, вот только ду почему-то заканчивается словом дан, а не словом од. Я не знаю почему. Легаси. Так пошла эволюция. Я тут ни при чем. Ватс. Нет, тоже дан. Я же говорю, эволюция так пошла. Значит, что здесь написано? Первый параметр, который мы передадим этому shell скрипту, то есть позиционный параметр, вот параметр командной строки номер один, будет померен, не является ли он буквой А, после которой следуют какие-то другие буквы, или буква Б, после которой какие-то следуют другие буквы, в конце тоже Б, ну или чем-то остальным. Эти шаблоны не являются регулярными выражениями, они гораздо проще, и они соответствуют, например, шаблону генерации имен файлов, которые можно использовать в шелле. Это одно и то же. Это тот же самый механизм. То есть звездочка – это любая последовательность символов, просто звездочка, любая последовательность символов. Значит, что там еще? Вопросительный знак – это один символ, ну и в квадратных скобочках диапазон. Все. Это не является регулярным выражением, это гораздо более бедный язык, вполне достаточный для того, чтобы по-быстренькому справиться с простыми задачами. Вот. Давайте, по-моему, значит, давайте мы сделаем по фэншую. Во-первых, скажем ему chmod плюс x. Я сказал chmod, а ты что сказал? Плюс x – вот этот самый sshrc. Вот. И запустим его. Нет, это просто программа любая, которую можно выполнить, потому что она теперь executable. Это текстовый файл, на котором написано, что он исполняемый. Внезапно. Это мы с помощью chmod? Да, да. Плюс x – это означает сделать его исполняемым. Вот. Это текстовый файл, на котором написано, что он исполняемый. А кто его будет исполнять, написано у него в шибанге в заголовке. Вот, собственно, здесь. О. Заодно утилита head, которая показывает первую, это минус один, первую строчку нашей программы. Так вот, значит, вот мы его запустили с параметром a, он говорит, что это a, с параметром b, он говорит, что это a. Почему a? Потому что a говорит, что это b. Если мы напишем неправильный b, он скажет, что это неизвестно что, потому что, помните, у нас шаблон, у нас шаблон. На b начинается, на b кончается, как в анекдоте. Неожиданный пример, я его не планировал, но он сработал. Заодно мы разобрали генерацию имен файлов, которые тоже так устроены. Ну, например, ls звездочка точка п. Тут надо сделать маленькое замечание, опять, это не в тему нашей разработки, а в тему того, как работает shell. Знаете, кто превращает звездочка точка п вот в этот список? Ну, есть два ответа. Сам shell или b ls, да. Правильный ответ, сам shell. Не хватало нам каждую программу, коих у нас тысячи, заставлять заниматься файлэйм дженерэйшн. Это бред. Поэтому, на самом деле, команда shell появила, ну, вот сейчас, эхо, например. Та же самая фигня, только он вывел по-другому. Вот. И shell получил 58 параметров командной строки. И эхо тоже. Вот все эти файлы в качестве командной строки. Вот. С этим связаны довольно забавные, довольно забавные извращения, которые, ну, например, чё? Любитель я таких названий. Смотрите, вот мы взяли и создали 4 пустых файла. Зачем мы создаем пустые файлы, не спрашивайте, это бессмысленное действие. Но мы их создали. И теперь мы их просто удалили. Почему? Потому что мы сказали rm звездочка, а это значит rm, дальше список файлов. Все. Вот. Есть два способа, три способа обезопасить себя от операции rm звездочка, выполненной случайно. Взял и случайно удалил свои файлы. Черт, меня занесло в другую сторону, ну, ладно. Я просто люблю эту тему. Первый способ. Быть вменяемым. И давать случайно команду rm звездочка. Ну, это, мужик, ты захотел все удалить, ты получил все удалить. Еще напиши rm минус rm звездочка слэш и радуйся. Второй способ. Да, да. Четыре, значит. Можно их сделать неудаляемым, вас хотя бы спросят, хотите, да. Пятый способ. Четвертый, третий способ. Поменять сам rm, чтобы он, видя звездочку, говорил, так, это звездочка, не буду, ну, в смысле, поменять shell, чтобы он, видя rm звездочку, говорил, вы хотите удалить. Ну, в общем, вот. Шестой способ. Пятый способ, вернее, говорить rm минус i, и он будет спрашивать про каждый файл. Так, да, вот давайте еще раз. Yes, yes, yes. Задолбались. Пятый способ, знаете, последний способ, знаете, извращенный какой. Создать файл под названием минус i. Смотрите. Видите вот это, да. После того, как мы напишем rm звездочка, ну, вы поняли. Там приедет в командной строке a, b, c, d, минус i. Рм такой, о, ключ минус i. Вот. Совершеннейшее извращение, но мне показалось, что это весело, и поэтому я это сделал. Но это было чистое отступление от темы. Про обработку сигналов мы еще с вами поговорим, как это неудивительно. Обработка сигналов на shell. Вот. Ну, короче, поговорим еще про обработку сигналов, как это неудивительно. Теперь давайте перейдем ко второй половине, а то мы уже больше половины времени потратили на shell. Вторая половина – это все остальные много тысяч команд линукса. Какие из них нам могут пригодиться, особенно вспоминая о том, что у нас вообще-то курс по разработке. конечно же, всякая классика работы с файлами, про которые я даже и говорить особо не хочу. cpmv, rme, вот это все. rm-rf звездочка, вот это все. Все эти удобные инструменты. Команда find, тут ссылка на документацию, можно сходить посмотреть. Рекомендую сайт man7.org, который монтейнит очень классный чувак, написав Майхл Кериск, написавший очень классную книжку TLPI, The Linux Programming Interface, а еще он монтейнит страницу со всеми монтпейджами. Короче, всесторонний классный чувак, рекомендую все, что под него выходит. Это хороший линукс-специалист и вообще прогрессивный дядька. Так вот, значит, команда find это одна из самых старых команд в вашем юниксе. У нее даже конвенции по именам ключей не совсем правильные, не такие, как у всех. Что она делает? Она ищет в текущем каталоге все файлы. Ну или не в текущем. Или не все. Обратите внимание на бэкслэш звездочка. Или можно было написать вот так. Почему? Потому что эту звездочку превратил бы в список файлов Shell в тот момент, когда ее увидел. Поэтому и надо заквотировать. О, смотрите. Мы ищем в каталоге вот таком все файлы с именем, вернее, все любые объекты с именем .js. Обратите внимание, что сам каталог подходит под это определение, если мы хотим, чтобы они были только файлы, минус type f, по-моему. О, теперь каталог нам не показывают. Вот это был каталог. Давайте посмотрим, чтобы было видно. Довольно забавная штука. Очень часто напропалу ее используют. Хитрые сплетения предикатов. Их можно делать or, end. Вот по умолчанию end, но можно делать or. Можно там всякий размер указывать. Причем время создания. Причем, говорит, время создания больше, чем вот у того файла, например. Ну, короче, много всякого. Файн. Зачем он может понадобиться при создании сценариев сборки? Ну, очевидно, найти, например, все наши сишники, которые мы хрен знаем, где нагенерили уже. Или, например, в случае clean найти все объектники, вообще все, .o, и всех удалить чертям собачьим. Вот типичный пример файла. Более того, для того, чтобы найти все объектники и удалить их всех из чертя собачьим, можно сделать файн сначала, а потом сказать ему xarx. А можно же не связать? Можно, да. Ну, а можно так. А можно сказать xarx и указать, что делать gc, что делать с этим списком. Ну, скажем, эхо. Тогда он их все просто выведет. А если здесь сказать rm, то он их все удалит. Тоже очень часто встречающиеся утилиты, которые просто берет стандартный ввод, сжирает с него все элементы и передает их заранее договоренным способом вот этой утилите. В данном случае, видите, она их просто все подряд передала. Можно по одной передавать. Еще один пример. Я говорю, я сейчас не пытаюсь за одну лекцию рассказать вам про все утилиты Linux или даже про самые полезные. Я всего лишь привожу какие-то примеры, которые, может быть, вам пригодятся для такого наколенного скриптинга. Вадим. Конкретные примеры, вернее, конкретные названия утилит, которые вам пригодятся для наколенного скриптинга в домашнем задании, присутствуют в домашнем задании. Еще один пример. Это команда mk-temp, которая создает файл, временный файл с временным именем. Идея создания временного файла с временным именем очень простая. Атомизировать эту операцию. Создание, придумывание имени и создание файла. Не дай бог, эта операция будет не атомарной. Вот вы в своей программе придумали имя файлу случайному. Через некоторое время вы его таки открыли и начали в него писать. За это время какой-нибудь, значит, ваш недоброжелатель создал файл с таким же именем, например, в tmp, и вы уже туда писать не можете, потому что он вам не принадлежит. Называется race. Хотелось бы уметь одновременно файл создать, придумать имя и тут же его создать, чтобы он вам принадлежал. Ну, принадлежал. Ну, вот mk-temp для этого и... Вот mk-temp для тех и нужен. Ну, давайте попробуем. О, он говорит, я создал вот такой вот файл. То есть, на самом деле, давайте удалим, а то он что там болтается? Это файл пустой. Вот он. Вот. Давайте так сделаем. f равняется mk-temp. Да? Помните, да? mk-temp, подстановка туда. То есть, мы одновременно этой операции создали файл, и тут же у нас он... Вот он, только не s, а ls-l. Вот этот файл. Видите, какие у него прекрасные права. Только мы можем в него писать. Хороший, годный файл. Обратите внимание, что он создался в каком-то очень специальном месте, которое на самом деле... О, вот оно, это место. Он взял переменную tmp.dir и создал на ней файл с именем tmp. Еще какая-то случайная, меня в конце. Вряд ли, если сравнить с предыдущим, вряд ли случайно такие имена совпадают. Удобные вещи. Вот. А дальше вы можете там вот что-нибудь проделать, там типа... Нет, сам он никогда не удалится, и про это сейчас будет разговор, заодно почитаем еще один shell script, заодно посмотрим, как в shell'е обрабатываются сигналы. Да, насчет того, что оно случайное имя, да, это скорее случайный файл, чем временный. Файл со случайным именем. Значит, что касается временности файла, то вы же можете сделать что? Вы можете в скрипте открыть файл, перенаправить вывод туда, тут же его удалить. Главное, чтобы вы с этим дескриптором могли работать. Почему нет? Так тоже можно. Но там будут некоторые сложности. Например, надо синкать в этот файл, потому что он может недозаписан быть. Ну, короче, не будем в это углубляться. Вот, смотрите, у нас этот $RF сейчас прибывает и прибывает, мы дать что-то записываем. Вот. Ну, а теперь давайте удалим. Все. Правильный был вопрос. А что делать, как сделать файлы по-настоящему временными? Время сколько? Час, он спрашивал сначала. Отлично, еще полчаса есть. Как сделать файлы по-настоящему временными? Да? Вот у меня даже есть селт-скрипт. Я тут дома на днях, когда готовился к лекции, написал целый скрипт, который все вот эту машинерию делает. Будем его писать в онлайне или будем читать? Как считаете? Мне кажется, писать это в онлайне немножко... Или это правильно? Я знаю, что мы будем делать. Мы напишем сначала вот так, а потом посмотрим, а потом обмажем. Обратите внимание на то, как по-ленивому создать файл и переписать в него все это. Во. Давайте мы здесь еще сделаем шибанг. Давайте мы сделаем чмот. Значит, что здесь написано? Здесь написано... А, я хотел сделать еще одну вещь. Sorry. А, потому что Gwim. А, а здесь меньше буковки, да? Мы говорили, что эти буковки хуже видно. Ну так вот, что здесь написано буквально? Ну, вывести create файл, причем не выводить перевод строки в конце, он тогда будет спрашивать на той же строке. Прочесть переменную in. Сравнить, что переменная in равняется es, обратить внимание на вот этот синтаксис. Знаете, что это такое, что это за квадратная скобка? Не знаете. Когда-то давно это был просто simlink на утилиту под названием test. Это такая программа. Я думаю, что до сих пор так. Давайте посмотрим. Ну, use urban тогда, да? О! Только hardlink. Но все равно там тест. Только она другая. Смешно. Ну и тем не менее, да? Видите? Это такая программа. То есть вот здесь написано, по большому счету, примерно то же, что мы всегда... А, я его свернул. По большому счету, что... И программа, дальше в синтаксе полагается ставить закрывающую квадратную скобку для красоты. Но на самом деле это просто запуск вот этой программы с четырьмя параметрами. Раз, два, три и четыре. Я не вернусь, что два раза тысячи параметров открывают. Да. В современных Shell очень много внешних программ встроены. Внешних команд встроены. В частности, квадратные скобки, которые двойные. И это уже команда самого Shell. Просто так быстрее. Ну, реально быстрее. Каждый раз дергать вот каждую квадратную скобку, делать на нее экзек, вот это вот все-все гнило. Вот. Но по-хорошему, вот, любой Shell может уметь в эту квадратную скобку, и эта квадратная скобка на самом деле может являться вот тем самым вот этим. Это утилита тест на самом деле. Ну, так вот. Означает, проверим на равенство вот это иное и дальше создадим файл. Ну, давайте запустим эту программу. Ну, конечно, потому что tmpf. Yes. О! Теперь надо все это безобразие удалить. Давайте удалим все это безобразие. Удали. Давайте мы это немножко модифицируем. А мы его не сохранили. Это я зря не сохранил его, потому что я дам, надо поменять. Сейчас. Извините. Значит, давайте мы его, мы им дальше попользуемся. Пользуемся. да, дальше мы и дальше мы, скажем, rm-f на всякий случай, вдруг этого файла нету. Смотрите, какая хорошая программа. Она сама за собой подметает все файлы, которые она создала, она потом удаляет. Yes. И стерла. Смотрите, нет такого файла. Она его только что стерла. Нету. Теперь сделаем ей подлость. Мы скажем create и вот в этот момент нажмем ctrl-c. Что мы сделали? Мы прервали выполнение, прислали сигнал под названием в данном случае segint, видимо, нашему скрипту и, внимание, этот файл завис там. Вот он. Ну, хорошо, это мы сделали ctrl-c, а если бы там была ошибка в скрипте? Да? Вот здесь вот взяли и посадили ошибку. Вот тут вот. Написали вот так вот. Он взял и упал. Вот он, этот файл остался, залип. А, нет, не остался. Кстати, почему? А, потому что, потому что программа, потому что тут надо было написать минус е, но это не важно все. Да? Вот тогда он взял и упал. О, да? Вот. Что делать? Как, как, как жить? Как писать скрипты таким образом, чтобы можно было... Так, давайте мы... Я это уже покажу, да? В примерах из лекций. Чтобы все равно, несмотря ни на что, удалять напложденные файлы. То есть, выполнять некоторую последовательность команд, даже если мы прервали скрипт по Ctrl-C или по там... Потому что ошибка произошла. У вас. Как это делается? Давайте я покажу в лекциях пример. Делается это так. Определяется функция. Да, в Shell есть функция, разумеется. Которая как-то называется. Которая использует команду Shell. Это команда Shell. Это не штука, лежащая в бине. Это команда Shell под названием Trap. Команда Trap и означает, что вот эта функция будет вызвана, если к нам приедут вот такие сигналы. То есть, нам приехал Exit, то есть, программа закончилась. SigHub, SigInn, SigWid, Pipe и Term. Вот это сигналы, а вот это конец программы. Во всех этих случаях мы вызовем функцию ExitHandler. Что делает функция ExitHandler? Для начала нас скажет так, Exit мы больше не обрабатываем, а то войдем в вечный цикл. Вот. И если у нас есть вот такой файл, давайте мы удалим. И эта штука происходит при выходе из программы и при принятии любого из этих сигналов. Вот. А, или нет, не минус Exit. Нет, да, все именно так. Мы говорим, что Exit мы больше не обрабатываем, а то мы в этот ExitHandler опять войдем. Такая вот интересная штука. При этом, что бы вы ни делали, Ctrl-C, ошибка в тексте, что угодно. Обычное, безошибочное выполнение вашего скрипта. Все равно в конце будет выполнен ExitHandler, потому что он обрабатывает и Exit, и вот это все. И там, допустим, если этот файл существует, он будет ударен. Такая вот машинерия. Это именно сигналы, да, те самые, которые вот там можно послать с помощью команды сигнал, например. С помощью команды kill в шелле это делается с помощью команды kill. Kill имя сигнала и имя номер процесса. Вперед. Вот. Этот пример приведен, разумеется, не для того, чтобы научить вас работать с сигналами, а для того, чтобы, а, посмотреть, как выглядит более или менее боевой shell скрипт, и B дать понять о том, что вот есть такая штука. О, у нас тут приехал неофит, который не знает, что такое Ctrl D. Увы и ах, это еще одна тема, мимо которой мы пробежали, потому что нам не до того. Оставшиеся 20 минут нас приближают все ближе к нашей основной теме, потому что очень часто приходится парсить процесс сборки или выковыривать из каких-то файлов, носить какие-то странные комментарии и во что-то их превращать. Короче говоря, преобразовать текст. На самом деле программирование на shell под Linux это очень часто преобразование текстов. Вы уже видели, что большинство утилит, в том числе и системных, типа PS, выдают текстовый вывод, который хорошо парсится. LS это тоже текстовый вывод. Короче говоря, очень много информации, как данных, так и управляющий, в Linux системах текстовое, в том числе, разумеется, связанное и при работе с, при написании скриптов для разработки. Поэтому, помимо, значит, утилит работы с файлами и процессами, есть куча утилитов с текстом, вот, и сразу скажу, что грабли, на которые всегда люди наступают, все, и это проблема локали. Напоминаю, что у нас есть такая штука, как локаль, у которой есть несколько аспектов представления, ну, чисел, времени, денег, языка сообщений и так дальше, которые можно перебить, перебив одну единственную переменную окружение LC all, тогда все вот эти LC будут равны тому, что вы впишете в LC all, вот, ну, еще есть переменная LAN, которая отдельно примерно на то же самое влияет, я забыл, чем они отличаются, в документации где-то написано. Фишка состоит в том, что в разных локалях текстовые утилиты могут работать по-разному, пример. Ну, хорошо, LS минус 1 и ETC, но это не важно, да? TAIL, ну, скажем, минус 20. О, вот прекрасный файл, давайте мы его перенаправим, мы можем перенаправить файл вот так вот, текст 1, давайте ради интереса даже сначала скажем ему палка sort. LS и так все сортирует, но в данном случае я хочу, чтобы наш пример был прям вот выразительным. О, ну, давайте посмотрим, что там лежит. Ну, вот, какие-то, какой-то список файлов из конца этого вывода упорядоченного алфавита. теперь давайте перебьем в утилите sort локаль. Локаль C означает локаль по умолчанию, какая-то совсем-совсем дефолтная. Мы могли здесь написать yen US UTF8 или просто yen, неважно. Обратите внимание на утилиту T, которая одновременно выводит и на экран, и еще в файл. Это такой T от слова T перекресток. Вот у нас есть один вход и два выхода. Мы теперь увидим и то, что выводит литр T, и заодно еще файл наположит. Так, все посмотрели на этот текст. Теперь давайте посмотрим на этот текст. На взгляд видит кто-нибудь разницу между этой картинкой и этой? Как говорит Дмитрий Левин, один из основателей нашего комьюнити, не грепай глазкой, грепай грепом. Ну, в данном случае нам надо не грепать, а диффать. Давайте сразу минус у, текст один, текст два. Ой, видите вот это? Это то, что есть в одном файле, и чего в нем нет. Наши файлы отличаются. Файл, сформированный вот такой командой, и файл, сформированный вот такой командой, где локаль у нас русская, отличаются друг от друга. Как вы думаете, почему? Вот эта выделенная строчка говорит сама за себя. Маленькие и большие буквы при сортировке в русской локали не отличаются. Таков стандарт. В английской отличаются. Здрасте, приехали. Поэтому не забывайте про это, когда вы пользуетесь утилитами, иначе у вас будут интересные проблемки. Не забывайте про локаль. Сами утилиты. Только что мы посмотрели на утилиту DIV. Очень удобная штука. Один из главных инструментов. Вот он. А тут его не было. Вот. Один из главных инструментов программиста, потому что то, что делает DIV-U, потом можно превратить в патч. Про это у нас будет отдельный разговор. О, там идет просвещение сокращения. Взял на себя нашего неофита под ником Ronin, и ему рассказывают какие-то азы Linux, которые, значит, мы здесь не успеваем друг другу рассказать. Огромное еще раз спасибо этому удивительному человеку. А, значит, просвещенец. Вот. Смотрите, их, в общем, куча утилит обработки текстов в том же Korean Utils довольно много, и вы можете рассчитывать на наличие этих Code Utils в вашем программном окружении, вряд ли их не будет. Из таких, которые часто, вот, sort мы с вами видели, это оттуда, tail, это оттуда. Что еще интересное такое? Ну, head, head мы с вами видели, да? tail минус 2, да, это последняя часть, а head, head минус 2, это начал. А еще бывает плюс 2, нет, tail плюс 2, это начиная со второй, где первая, это первая, не нулевая. Ну, в общем, вот, что еще можно какой-нибудь. Так. Ну, это какая-то задом-наперед, да? Вот. Не знаю, зачем это может быть нужно. Pist, прекрасная утилита, это сравнение в две колонки, смотрите, сейчас, календарь, о, там, текст 1, как у нас уже будет, текст 1, календарь, допустим, тр, 0, на, не знаю, вот эту фигню, текст 2, заодно тр, тр это translate, это превращение одной группы символов в другую или удаление группы символов, текст 2, пейст, текст 1, пейст, я сказал, один, текст 2, просто в две колонки, два, в соответствующей стройке. Вот, заодно тр, да, можно сказать так, можно сказать, допустим, тр 0, и тогда все эти нули будут минус D, все нули будут просто удалены, ну и так дальше. Мелкое-мелкое редактирование, посимульное редактирование файлов. Да, вот это был замену 0 на фигню, ну, на одну, естественно. там можно, например, написать вот так вот. Че, нет? А если так? О, а так можно. Сволочь, шторм не умеет в русские буквы. Упс. Зато он умеет в английские буквы. Кстати, почему он не умеет в русские буквы? Именно поэтому. Он не умеет распознавать нижний русский, нижний русский и верхний русский регистр, а латинский умеет. Ну, ладно, хримс. В конце концов, мы же все-таки работаем с выхлопом компиляторов, вряд ли они будут русские. Вот. Довольно забавная утилита JOIN, которая довольно часто используется, и вообще я ее всячески пропагандирую. Эта утилита сборки двух файлов по общему полю. Вот у вас есть два файла, там есть слова. Вы указываете номер слова, то есть номер поля, который у двух файлов должен оказаться одинаковым, и они из двух делают один. Сейчас покажу. Что? Да, да, что-то в этом духе. Именно. Вот смотрите, что у нас там в примерчике. Допустим, мы что там PID и TIME, да, вот допустим, мы взяли из PS, из выдачи PS выдали только TIME, только PID и время. Вот какие-то, значит, процессы, это их PID и время. Больше ничего. Давайте мы это засунем в текст 1. А если там PID и, допустим, NAME, то это в текст 2, нету слова NAME, пока что есть. ARGZ. Хорошо, пускай будет ARGZ. ARGZ в текст 2, а значит, NAME в текст 1. Да не NAME, а TIME. вот у нас есть два файла. Текст 1 это вот такой, а текст 2 это вот такой. У них есть общее поле, PID процесса. Некоторые поля разные, потому что, например, вот этот PS и вот этот PS, да, оказались разными, у них разный PID. Так вот, по общим полям мы можем сформировать совокупную таблицу JOIN текст 1, текст 2. PID, имя, NAME. фишка утилиты JOIN состоит в том, что она работает очень быстро, если вы попробуете, и жрет не очень много памяти. Если вы попробуете в тупую написать такую программу, у вас получится плохо. Правда, JOIN требует, чтобы оба файла были отсортированы. Возможно, если вы попробуете в тупую написать такую программу, у вас получится лучше. Вот. Но это довольно интересная штука для объединения текстовых таблиц. Вот. Ну и дальше там есть совершенно забубенные утилиты, вот, которые там вплоть до каких-то работ с какими-то матрицами, честное слово. Правда. Core Utils правда большой. Cut, paste, JOIN. Ну, короче, вы меня поняли. Нет, конечно. Вместе с Linux приезжает ваше... Это пакет под названием Core Utils. Он приезжает вместе с пакетом Core Utils. Вот. Терминал у вас может быть какой угодно. В частности, на этом компьютере вот этот терминал, который мы с вами пользуемся, называется Qterm. Я его поставил специально, чтобы был белый бэкграунд. А то уже вы помните, какой у меня бэкграунд терминалов обычно. Вот такой. Вот. Так что нет, не с терминалом, конечно. Но, скорее всего, Core Utils просто будут в вашей системе, потому что без них просто никуда. Так. Это был пример JOIN. что еще интересного? Ну, всякие преобразователи в hex и обратно, да? Значит, что-то типа видите, да? И обратно. Что мы сделали? Преобразовали в hex dump нашу выдачу утилиты date, а результат преобразовали обратно в исходный. Могли здесь заменить, скажем, tr a a на b и получим что? Ну, такое. Хорошо, давайте не a на b, d на b. И получили нерусские буквы. Да, потому что здесь код страны у нас на d начинается, да нельзя было менять. Ну, хорошо, не d, что у нас там еще есть? Ну, ну, не знаю, ну, 1 на b. Ну, короче, вы меня поняли. А тут еще сори, кэнтсик бэквардс, потому что там получилась какая-то страшная штука. Вот. Короче говоря, hex dump, да? Значит, более, моя любимая утилита при этом hex dump, она из утил Linux, это еще один набор утилит, который тоже можно использовать. их тут тоже, в общем, овер дофига. Но они специальные, такие условно линуксовые. В core utils есть octal dump, который умеет, в том числе и в hex dump, да, а xxd вообще вместе с vim приезжает. Вот. Ну, чтобы два раза не вставать, это еще есть, мне ворбуголе вчера рассказали про море utils. вот это надо ставить в систему, обычно они не стоят. Вы на их название посмотрите, хроник, что там еще, миспайп, пи, ну, короче, губка, ну, короче, такое. Вот. Но, если внимательно вчитаться, они выполняют такие довольно странные функции, которые действительно когда-нибудь могут вам понадобиться, вам понадобятся, и которые очень, как это, не совсем просто реализовать обычным, обычным, на обычном Шелли. Ну, и автор довольно приличный чувак. Да, 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 более того, не исключено, что для обычной подзадачи все есть. Нам осталось всего пять минут на очень сложную тему, опять, как это сказать, список знаменитостей, не снимавшихся, пока что не снявшихся в нашем фильме, для очень сложную тему, которая называется регулярные выражения, если хотите, будет лекция по регулярному выражению. В какой-то из годов у нас была лекция по регулярным выражениям все, и мне она показалась очень небессмысленной, не все, а вот в этом, вот среди лекций по разработке. А выражение во всех языках один и тот же смысл? Смысл один и тот же, синтекс во всех языках разный. Вот. Ага, вот тут люди уже хотят регулярное выражение, давайте в чатике это обсудим, в большом запилим опросик, я покажу на конспект прошлой лекции, вот, как это выглядит, потому что это не имеет прямое отношение к разработке, но мы зато будем пользоваться либо ПЦРЕ в разработке и поучимся немножко программировать вот на СИС используем библиотеки, это не самая плохая идея. Значит, нам осталось пять минут идут на список утилит для универсальной обработки текста, универсальной. Ну, например, греб. Я очень люблю рассказывать про то, что название утилиты греб, откуда произошло. Значит, что такое греб, да? Вот у нас есть календарь какой-нибудь, ну, хорошо, call греб три, да, это только те встройки, которые содержат три, или, скажем, три и не один, не один и не так, содержит строчку, кстати, тут он, видите, он даже выделил жирным, содержит строчку один и не четыре. Хорошо, не от нуля до шести, не от нуля до шести, почему? А, потому что и не пробел. О, вот что я здесь написал, здесь написал регулярное выражение, в котором написано, что в нашей строчке должна содержаться единица, за которой следует символ, не являющийся диапазоном от нуля до шести или пробел. Вот здесь именно уже используется синтаксис регулярных выражений, про которые можно минимум запилить одну лекцию, и этого будет мало, верьте мне. Вот, тут уже люди хотят лекцию по регулярной выражении. Вот, я еще раз повторяю, целая лекция тратится на что-то кроме разработки, подумаем про это, я тоже подумаю. Вот, значит, название утилиты греб происходит от редактора, текстового редактора ЕД, который является построчным текстовым редактором. О, ЕД, текст 1. Вы даете команду этому редактору, а он их выполняет, например, с первого, с первого по пятой строчку напечатать. Или Г, ну скажем, 11, 113, поискать регулярное выражение и напечатать его. Что? Что такое писать? Ну, W, записывайте файл обратно. Сейчас, а, изменить search 113 на не знаю, 22. А, тут нет, 113. А, да, тут было 22, теперь тут, в смысле, 113, теперь тут 22. Пожалуйста. вы делаете преобразование над текущей строкой или указываете диапазон. например, здесь написано global поискать 113, то есть регулярное выражение и напечатать. То есть global регулярное выражение P, вот это слово греб, оно именно от этого, оно делает ровно это. Идея была в этом. редактором YET в современном мире пользоваться не приходится, вот, но вот legacy именно такое. Значит, греб, это у нас для поиска регулярных выражений, да, а если нам нужен поиск с заменой, есть поточный текстовый редактор SET, который выполняет очень замороченные команды, связанные как раз с контекстом и с регулярными выражениями над вашим входным текстом. Давайте, поскольку эта тема очень длинная, а у нас только одним глазом мы на это смотрим, и те, кто в это умеют, будут уметь, а кто не умеют, не научатся за три минуты, просто поглядим на это регулярное выражение. Search, команда SEDA Search, поиск регулярного выражения 0, либо 1, за которым следует 2, либо 3, эти формулировки одинаковые, просто здесь диапазон, но тут между двумя и тремя ничего нету, и мог бы написать здесь просто 2, 3, так же, как здесь 0, 1. Оба этих символа запоминаются, этот в первом кармане, а этот во втором, номер кармана просто по количеству скобок, первая скобка, первый карман, вторая скобка, второй карман. А дальше выводится задом наперед через двоеточие, сначала содержимое второго кармана, второго кармана, потом первого, и это замена, поиск замены происходит глобально во всей строке, то есть столько раз, сколько таких символов 0 или 1, а за ним 2 или 3 встретятся в нашем выводе. Вот, и вот результат, это какой-то прошлый год, но вы же понимаете, вот первая замена, вот вторая замена, и вот третья замена. Такие дела. А, нет, это неправильная замена, здесь этого не было. Ну, давайте, да, dates, да, set, search, ну, скажем, а давайте я вас научу удобному синтаксису. Удобный синтаксис состоит в том, чтобы придать ему ключик минус е, и тогда не нужно будет вот эти бэкслыши страшные писать. Допустим, от нуля до, да, какая разница? От нуля до трех, от нуля до девяти, запомнили, два, там, минус-минус один, два, минус-минус один, тыц, чё? Символ четыре, неизвестная команда с д-д-д-д-д, нет, вот это вот неправильно. Вот, гляньте. А, еще глобал надо было поставить, и тогда бы он везде такое проделал. О, что мы сделали? Мы поменяли местами цифру из диапазона от нуля до трех, и цифру из диапазона от нуля до девяти, стоящей рядом, и вставили между ними два минуса, да, вот это вот, второй карман, это первый карман. Ключик минус-е означает, что это extended regular expression, в котором многие символы, типа, например, скобочек круглых, не нужно квотировать, чтобы они были именно управляющими символами, а они действительно являются группировочными. Вот. Ну, опять же, да, нужна целая лекция, чтобы все это пояснить, но мощь этой хрени вы можете себе представить. И это прямо из командной строки, не уходя ни вправо, ни влево. Вот. Дальше больше. Вы можете для преобразования текстов использовать специальные языки программирования, такие как АВК и Перл. Правда, в домашнем задании не можете, запрещено. Вот. У которых есть, возможно, удобный синтаксис. Давайте я попробую показать, и на этом мы закончим сегодняшнюю лекцию. Блин. Это вот все еще документация, она только начала. Господи. Тут есть какие-то примеры. Сам simple examples. Вот. Это простой однострочник, это тоже однострочник. Сейчас, мне нужен чуть-чуть-чуть позже, чуть-чуть многострочнее. Next. 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 Тут нету, нету. Это up. А, next, да. Он удобнее. Во. Смотрите. Ну, тут тоже плохо видно. Сейчас еще. Я хочу, чтобы... О. Тут, правда, одинаковый текст вот здесь, но идея контекстно-ориентированного программирования следующая. У вас есть сначала указание контекста, в данном случае строки, к которому применяется преобразование, а потом программа, которая ее преобразует. Одну строку. Если вот это регулярное выражение матчится вашей строкой, это преобразование делается. Если не матчится, не делается. Вот. Поэтому я до сих пор довольно часто пишу, пишу примеры не на... Пишу такие преобразования не на питоне, как казалось бы, да, а именно на авке. Там удобнее у вас. Вы сразу указываете, к какому контексту применять, и пишете на каком-то подобном языке, что делать. Вот. Ну, про М4 я даже упоминать не буду, мы в него еще потычим. Это совершенно специально отдельная тема. Обращаю ваше внимание на то, что в позапрошлом году была прочитана на похожую тему, но для курса парадигмы программирования. Тема про скриптовые языки, контекст-ориентированные, и там есть много интересного, того, что сегодня у нас здесь не влезло, в частности, про М4. В прошлом году, кстати, на эту же тему была прочитана здоровенная лекция только по М4, так что, если вам очень хочется, можете туда полезть. Значит, домашнее задание состоит в том, чтобы написать shell script, который в результате будет работать... Оу. Давайте сходим в прошлый файл. В прошлый год я, видимо, забыл... забыл... Давайте сходим в прошлый год. Сегодня вы... Ну, как бы я сегодня приду и сейчас переделаю. Который должен работать примерно вот так. Давайте сейчас поменьше сделаем, чтобы вам было видно. Вот. Это случайно происходит? Да, случайно. Но сейчас... Там сказано, как это делается. Вот, давайте смотреть. А, то есть инструкция, как написать фотографию? Да, как написать этот скрипт. Это должен быть shell script. Это не программа. В смысле, это не программа на других языках программирования. Значит, это довольно суровое извращение, но, как выяснилось, не очень большое. То есть, сама программа небольшая получается. Во-первых, вы должны уметь выводить в произвольное место один символ. Это делает утилита tput, которая относится к тому самому терминфоу, который у нас был на прошлой лекции. Во-вторых, в shell есть арифметика, если вам нужно вычислять. Эта арифметика очень простая. Вы просто вот так вот пишите доллар, две круглые скобки и дальше арифметика. Целочисленная арифметика там есть. Параметры командной строки мы уже видели. Доллар один, долл два и так дальше. Цикл while дальше. А дальше вы делаете так. Тут есть спойлер. Тут есть спойлер. А спойлер я не буду вам показывать, потому что он спойлер. Нажмете вот здесь на комментарии, будет вам спойлер. Там прямо написано, какие утилиты, как я применял. Если на пальцах я хиксдампил, хиксдампил, я именно хиксдампил соответствующий текст, дальше в этот хиксдамп вставлял escape последовательности, которые позиционируют их в произвольное место, а дальше все это обратно расхиксдампил, получался здоровенный файл, ну и выводил. Вот. А, нет, да, еще делал shuffle, чтобы они переставлялись местами. Да? Перестановка местами этих самых последовательностей. Что? Сейчас скажу. Ну, ну, слеп я сделал исключительно для того, чтобы это происходило медленно. Смотрите. Вот сейчас эти буковки будут появляться три раза в секунду или что-то около того. А, нет, 005. Сколько там? 20 раз в секунду. Вот. Там, кажется, есть такое требование. Да. Вот зачем слеп. Смотрите сюда. Вот и все. Ну, просто делайте слип, выводите очередной кусочек в очередное место и всем... Ну, короче, значит, для тех, кто умеет в shell, спойлер можно не смотреть. Для тех, кто не умеет в shell, смотрите спойлер, там, в общем, да. Тут я наплел всякой фантазии. Мне кажется, что вот здесь вот я ее реализовал. но это уже точно не обязательно. Это только для тех, у кого внезапно, внезапно зашло. Так тоже можно. Все, у нас кончилось время. Если есть вопросы, задавайте их, пожалуйста. Окей, вопросов нету, значит, все хорошо. Дальнейшее выяснение в чатике. В комментариях можно подробно смотреть, я всегда что за эти подсказки есть. В смысле? Ну, для тех, в комментариях на сайте. Не всегда. Но в этот раз есть. В этот раз есть, да. В этот раз есть просто как конкретно написать эту прогу, значит, что именно я сделал, как моя программа написана от начала до конца. Естественно, кода самого нет. Все. Всем, значит, всем большое спасибо за участие. Огромное спасибо сокращенцу, которые, значит, выступал здесь в роли просвещенца. Вот. Потому что я не могу работать сразу в два источника. Мы с вами, мы с вами, значит, расстаемся до следующего раза. Я не забуду присоединить эти красивые картинки в список. В следующий раз у нас, конечно, все-таки мы возвращаемся к разработке. Давно пора. Вот. Давайте посмотрим, что будет в следующий раз. Оуу! В следующий раз у нас Атлактик. ГДБ, и мы будем писать скрипты для ГДБ. Да. Ну, в общем, все. Да. Спасибо, и до новых встреч. Вопросов, я так понял, больше нет или есть. Все, спасибо тогда.